Я увидел в этой недельном чтении, что все говорится о значимости Тары в нашей жизни. И прежде всего, есть здесь призыв такой от Господа к народу и к Киушуа, не бояться, но делать то, к чему призвал Господь. Когда у нас написано в 6 стихе, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Такой призыв, ободрение. Но при чем здесь Тора? Дальше, если мы читаем, все говорит о Торе. Когда написано в 11 стихе, что придет весь народ Израиля и явится пред лицо Господа. На иврите написано немножко не так. Написано, придет народ увидеть лицо Господа. И есть в этом небольшая разница. То есть, пока народ Израиля не перешел Ярдан, Бог присутствовал с народом. В огненном столбе и в облачном столбе. И люди видели, они знали, вот Бог здесь. Они не видели Его, но они знали, вот Он здесь. И, допустим, те, кому Бог являлся, им было… Ну, они знали, вот Бог, Он явился ко мне, я Его знаю, вот Он есть. Но они не знали Его характер, что ли, детали Его. То есть, они видели, вот Бог, и все. Может быть, боялись. Вот каждый из вас пусть представит, что Ему явился Бог. Одному в сиянии, другому в другом обличье. Что вы увидите? То есть, что-то запомнится, что-то яркое запомнится, но детали не запомнятся. И тут Бог говорит, Моше, ты перейдешь Иордан, и дальше не будет этого огненного столба и облачного. Но ты запиши все, что я тебе говорил, запиши народу, чтобы они все время читали. Чтобы узнавали меня через Писание. И интересная мысль в Новом Завете перекликается с этим. Помните историю про Фому, который никак не мог поверить, что Ишуа воскрес? И говорит, не поверю, пока не вложу пальцы мои. И Ишуа является ему, и говорит, вот он я. И он говорит, да, ты мой Бог, все. И Бог ему говорит, Ишуа говорит, ты поверил, потому что увидел меня. Но блаженные, не видевшие, но уверовавшие. А как человек верит, когда он не видит? Или кто-то ему рассказывает, или он читает? Ну и по-другому тоже бывает. Но, короче говоря, у нас есть Тора, у нас есть Новый Завет, который описывает Бога, его отношения с нами, его характер. И просто даже читая Тору, читая Новый Завет, мы можем уверовать. И познать Бога лучше. И кто помнит, где в Писании говорится про зеркало, что Тора, она как зеркало? У Якова, да? И вот смотрите, то есть Бог говорит, пусть народ является пред мое лицо каждые семь лет, и читайте Тору. Читая вот все, что я тебе заповедал записать, читайте с ними. И Яков говорит, что тот, кто читает Тору, она для него как зеркало. Она показывает его состояние. И когда люди читают Тору, они могут понять и себя самого, и могут понять, каков же Бог, и что Он хочет от нас в этой жизни. Можно двумя словами сказать, что если мы всматриваемся в Тору, вникаем в Писание, мы больше познаем Бога и больше познаем самих себя. Дальше в этой недельной главе говорится о том, что то, что будет записано, в следующем главе говорится о песне Моше и описание о том, что это свидетельство для народа о том, что Бог заповедует, а народ или исполняет, или нет. То есть Тора является также свидетелем для Бога перед народом. И для чего свидетельство? То есть Бог говорит, вы упадете, вы перестанете Мне поклоняться, вы перестанете вообще, начнете поклоняться идолам. Но вы, если посмотрите в Тору, каким-то образом прочитаете, вы видите, как в зеркале. А, я поступаю неправильно. Как же правильно? Ну там же найдете и ответ, как правильно. То есть это действительно как зеркало, когда мы с неумытым лицом подходим к зеркалу, смотрим в него, и ты видишь, где нужно почистить, где нужно умыться, что снять, где грязь на твоем лице. То есть Тора показывает нам и проблему в нашей жизни, и решение этой проблемы. Такое короткое послание сегодня, толкование, что всматривайся в Тору, познаешь Бога лучше, и познаешь себя лучше. Аминь. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...